Друзья, ну что ж, давайте сегодня поговорим про то, что CET и JP Morgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банками. Исключение будет сделано в отношении Газпромбанка, структур Московской биржи, в частности Национального клирингового центра, и дочкам иностранных банков тоже будет сделано исключение, возможно. Почему Газпромбанк и Московская биржа в исключениях? Потому что через эту структуру идет оплата за газ. Сначала валюта поступает в Газпромбанк, потом через Московскую биржу меняется на рубли. И если что-то в этой схеме нарушить, то не будет поступать оплата за газ, газа не будет со всеми вытекающими. Но, в принципе, тема и вот это действие не совсем хороший и позитивный знак. Почему? Если российские банки постепенно будут все больше и больше лишаться банков-корреспондентов, то, естественно, свифты встанут. И, собственно, что можно будет делать? Теоретически, конечно, наши банки смогут пытаться наладить корреспондентские отношения через банки, ну не знаю, Турции, Сербии, то в нынешних условиях, не знаю, насколько это стабильное решение, и каких-то других стран. Но это тоже не стопроцентное решение, потому что там тоже могут когда-то отказать, если будет риск вторичных санкций. То есть, в худшем случае вы можете остаться в ситуации, что у вас валюта есть, но только сделать вы с ней ничего не можете. Ее нельзя никуда перевести. Ну и, естественно, возникает вопрос, что сейчас сделать, пока хоть что-то возможно. Мое мнение, то, что я уже 105 раз повторяю на своем YouTube-канале. Я считаю, что недружественную валюту в России держать опасно. Недружественная валюта, это, естественно, доллар, евро, фунт, франк, иена. Это понятно. И если мы говорим про комфортное хранение, это должно храниться и инвестироваться через иностранную инфраструктуру. А рубли и дружественная валюта может инвестироваться и храниться через российскую инфраструктуру. Вот такая новая реальность. Что можно будет делать, если, ну, допустим, вы сейчас все еще думаете и ждете, что нет, я не буду ничего выводить, я хочу подождать. Если российские банки, в принципе, все лишатся курс счетов, можно ли будет что-то вообще вывести за границу? Ответ, ну, на сегодня можно. Есть вариант первый. Вы выводите рубли. На свой счет в странах СНГ, желательно в тех, которые входят в СПФС, это российский аналог SWIFT-а. И там вы уже на зарубежном счете меняете на нужную вам валюту и ее выводите туда, куда вам надо. Это первое. Второе. Это, естественно, крипта. Ну, например, через сервис P2P, Binance и так далее. Вы можете российской карточкой рублевой купить стейблкоину типа USDT, а дальше его продать, но уже указать ваши реквизиты, вашу карточку за рубежом и выбрать ту валюту, там, доллар и евро, которая вам будет нужна. То есть, в принципе, даже если все отрубится, варианты есть, но я считаю, что до этого лучше не доводить. И если у вас есть иностранная валюта недружественная уже сейчас, если она не нужна вам для решения финансовых целей на территории Российской Федерации, лучше, еще раз говорю, разделить портфель. Долларовые, евровые, фунтовые, франковые, иеновые активы вне России за рубежом, а рублевые и дружественные валюты можно все инвестировать на территории Российской Федерации. Сейчас это вот такие реалии, мое мнение. Ну что ж, друзья, ссылочка на мою телегу в описании к этому ролику, ссылка на консультацию в описании к этому ролику. Пишите комментарии, которые вы бы хотели, чтобы я разобрала в следующих роликах. Ну и я остаюсь с вами. Про Сербию, если вам интересно, тоже напишите. Я сделаю про нее отдельный ролик, что я думаю по этому поводу.